МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это 5 минут о географии. Сколько небоскребов поместится в самом глубоком месте Земли? Где можно дважды встретить Новый год? Почему национальный афганский танец танцует без головного убора? За 50 с лишним лет в космосе побывали более 500 человек, а в этой точке родной планеты за то же самое время только трое. Отправляемся в самое глубокое место Земли, в Марианскую впадину. В Марианской ее называют из-за близлежащих островов. Самое глубокое место – это бездна Челленджера. Челленджером назывались два разных корабля, с которых здесь замеряли глубину. Впервые это сделали с парусного корвета еще в 70-х годах 19 века. Лот тогда показал глубину около 8 километров. А в середине 20 века замеры уже с другого Челленджера зафиксировали около 11 километров. Для сравнения, 10 километров над землей – это обычная высота полета пассажирского авиалайнера. А вот если бы можно было взять все небоскребы Земли высотой от 300 метров и поставить их друг на друга, начиная с самого дна бездны Челленджера, то верхушка этой башни торчала бы над водой еще на 18 километров. К небу мы тянемся охотнее, чем в океанские глубины. Основная проблема для исследователей самого дна океана – это мощное давление. На глубине 11 километров оно в 1072 раза больше нормального атмосферного давления. На 1 квадратный сантиметр давят более 1000 килограммов. Уже на глубине ниже 400 метров с большинством подводных лодок может произойти примерно следующее. Но есть батискафы, специально предназначенные для максимально глубоких погружений. Именно на батискафе под названием «Триезд» 23 января 1960 года первыми из людей на дно Марианской впадины спустились лейтенант ВМС США Дон Волш и исследователь Жак Пикар. Погружение заняло около 5 часов. На дне «Триезд» провел примерно 20 минут, а потом в течение 3 часов поднимался. После Волша и Пикара ни один человек не заглядывал на самое дно океана более 50 лет. И только в марте 2012 года режиссер фильмов «Титаник» и «Аватар» Джеймс Кэмерон спустился в бездну Челленджера, вооружившись несколькими 3D-камерами. Остается добавить, что эти три человека были в Марианской впадине лишь гостями. Даже несмотря на кромешную тьму и колоссальное давление, здесь живут бактерии, несколько видов рачков, моллюсков, червей и даже рыб. Это была программа «Пять минут о географии» с любовью к земле и людям. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова